В один прекрасный день я придумал один гениальный плен. Как поймать оффлайн рейдеров в ловушку. И для этого я провел электричество, расставил камеры и начал выжидать. Они реально хату чекают! Хорош! Ну а все началось далеко не отсюда. Присаживайтесь поудобнее, вас ждет история под названием «Защитник отеля». Все начиналось с того, что я появился на пляже и бегал по карте в поисках какого-нибудь контента и интересных жителей. Там два типа. Я буду следить за этим пацаном, потому что... А вдруг у него получится убить его? Или может быть он откиснет и я йонькнул у него арбалет? Короче, надо искать рабов. Рабскую силу. Я долго бегал за этим бомжиком и выжидал момента, когда кто-нибудь на них нападет. Ведь я хотел что-нибудь йонькнуть, но они оказались довольно дружелюбные. О, найс. Эй, мэн. Хеллоу. Йес. Апла. Я могу убить этого человека и ты можешь убить его, я думаю. Чтобы я мог как-то защищаться от бомжар, мне нужно было копье. Поэтому я отформил немного дерева и отправился на соседний остров. Я рассчитывал там найти каких-нибудь аборигенов, с кем я мог бы начать выживать. А пока я бегаю, собираю тыковку, хотел бы вам напомнить, что вы можете поставить лайк, ведь это действительно очень важно. Ух. Тут много еды, мне нравится это. Я спокойненько добежал до конюшни и начал разведывать обстановочку на этом острове и услышал, как кто-то рейдит чирками. И тогда в моей голове появился неплохой план. Нифига ж себе тут. Зачем вы рейдите мой домик, я его только поставил. Им такое заявление не очень-то и понравилось, и они попытались меня убить. И тогда я понял, что мне срочно нужен лук. О, я вижу бомжан. Вдвоем мы точно не можем противостоять против этих рейдеров. Мэн, 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 мэн. Мэйд, мэйд, мэйд. Ту гайз рейд соло бейс, мэн. И что? И что? Чувак, мы можем вместе с ними справиться. Этот тип согласился мне помочь. Он собрал армию мощных тиммейтов, и мы побежали с ними разбираться. Они убили их? Одного убили уже. Вот слева стреляет, слева стреляет. Или это свой? Минус два. Красавчики. Я не подхожу лутать, не бойтесь. Лутайте этих грязных рейдеров. После того, как мы справились с этими рейдерами, он сел на крышу с берданкой. И тут я понял, мы можем ее отжать. Надо фигачить его, у него разрывные, ребят. Помогать мне, к сожалению, никто не собирался. Я взял с собой два копья, кукурузу и тыкву, запрыгнул через коня к ним в дом и сел в кустики. Выжидать, когда же кто-нибудь выйдет. О-о-о, в моей хате, значит, сидишь, да? И что, много поймел? Брат, много поймел? Ха-ха-ха-ха! И тут у меня появился план. Сделать так, чтобы он попытался открыть дверь, но он на это не повелся. И тогда мне пришлось ждать еще. Так, надо у них вот это все разбить. Сейчас я тебе тут сделаю ремонт. Ха-ха-ха! Хе-хе-хе-хе-хе! Ему это, конечно же, не нравилось. И он попытался меня убить в кушке, но копье зарешало. Ха-ха-ха-ха! О-о-о! О-о-о! О, металл дверка. Так, стоп. Червячков я вам оставлю. Ха-ха-ха! Все, подождите. Приоденемся неплохо так. Такой старт мне однозначно нравился. Я сел на коня, быстренько поставил ящик, спрятал все честно наворованные ресурсы и вернулся туда снова в надежде, что я смогу их дипнуть. К сожалению, последнюю дверь мне так никто и не открыл. И тогда я понял, что мне нужно срочно отстраивать здесь кибиточку, ведь остров был очень населен. И, конечно же, убивать я всех не собирался. С некоторыми я даже пытался наладить контакт. Короче, я набираю, скажем так, рабов. Ты хочешь стать одним из рабов? Если хочешь принимать... Хочу быть рабом, это мой первый лайк. Я не хочу быть рабом. А тебя никто не спрашивает. У тебя нет выбора. Ты вот не зарейдишь? Тебя никто не спрашивает. Все, ты мой раб. Ну, блин. А можно не надо? После чего мы с моим новым другом побежали фармить дерево, ведь мы хотели отстроить нашу первую кибитку. Держи камень, фарми деревце. Будем вместе домик строить. И, наконец-то, мы отстроили домик прямо возле этой речки. Нахапку дров и дом готов. От своих соседей отставать я не собирался. У меня была надежда выбить с них какое-нибудь оружие. Но тут случилось то, чего я точно не ожидал. Чёрт, ну всё, понимаешь, типа, ГГ. Да ладно, я могу тут... Я могу тут долго сидеть. Ну, зачем... Ну, просто зачем вот это делаешь? Ну, ё-моё. У нас в сундуках столько вот так было. Мы вдвоём, мы ничего сделать не можем. У нас тут клан пострелся и всё. После этих слов мне их действительно стало жалко, ведь их играло всего двое. А на этом острове действительно жило много кланов, которые не давали играть маленьким пачкам. И мешать им я точно не собирался. Ладно. Ну, давайте тебе. Давайте вам тоже. Ладно, удачи вам. Они говорили мне про клан, который не даёт им играть. И знаете, где они жили? Вот в этом маленьком домике. И спустя где-то пару минут я с ними успел познакомиться. Слушай, ты можешь нам немного помочь, что ли? Давай поможем тебе, что ли? Ну, я могу предложить тебе объединиться. И этот паренёк был одним из клан геймеров, который жил в том доме. Давай повоюем. Сейчас я только тыковки поем. Меня заинтересовал их дом, и мне показалось то, что я смогу туда залезть даже без лестниц, поэтому я отфармил немного дерева и побежал пристраиваться. Ау! Блин, у них тут всё закрыто. Короче, у меня есть план. Мне нравится этот остров. И мне нравится то, что тут есть люди, и вообще их много. А ещё тут лаборатория. Это прям кайф. И только я собирался пофармить немного камушка, а на меня на паучелик с реветом. Я очень сомневаюсь, что с одним копьём я смогу что-то сделать. Ну ты, крыса. Это была моя двушка, которую ты забрал. А ещё на воде я увидел действительно странный домик, который напоминал мне мой старый добрый отель. И изначально, чтобы выжить на этом сервере, мне приходилось с ними воевать. Я не хотел, чтобы у меня забрали ресурсы, поэтому мне пришлось улучшить мой домик полностью в камушек. И потом я услышал, как мои соседи стреляют с клаша с крыши. Тогда я залез к ним и сидел с Чиркой и выжидал подходящего момента. Но мне не повезло. Чирка не стрельнула. Понял. Без вопросов. Была бы двушка, я бы его наказал. Алло, соседи, вы дома? А, у нас диппы, у нас диппы. Вот, вот этот... Шо ты на... Моих соседей уже диппыли, и я пытался им помешать, но меня, к сожалению, убили. И в этот момент, пока я лежал у Чилио на пляже, я увидел то, что у меня появился лишний спальник. На нём были написаны 4 цифры, очевидно, это был пароль от двери. И это могло означать только одно. О, они просят моей помощи. Эй, вы что тут делаете? А? Они рейдят? Всё, братан, повеселились и хватит, получается. Как рейд, девочки. Не открывай дверь, они взорвали её. Не открывай дверь, не открывай. Да уйди ты, блин. Поль, который там... Ты же п***дох. Есть идея, убирай, короче. Убирай верстак, ставь стенку. Ты заходишь внутрь или нет? Не, не застраивайся. И когда я понимал, что лут находится в полной безопасности, я решил действовать. Ха-ха, сидите теперь здесь, клоуны. Ха-ха-ха-ха. Когда я понял, что они полностью закрыты в доме, у меня появился план застроить все входа, через которые они попадали. А именно, дырочку в потолке. Ой. Ха-ха-ха. Я их тупо в доме застроил нафиг. После чего я сбегал домой, взял ещё немного ресурсика в железную дверку и добавил буферную зону, чтобы их оттуда случайно не выпустить. И мне оставалось всего лишь самое простое. Зачистить дом. Хочешь снизу, по сверху. У деревца подъехала, неплохо. Ха-ха-ха-ха-ха. Там ещё внутри, там ещё внутри может быть. Давай я с двушкой. Внутри, внутри есть, внутри есть. О, привет. Я всех убил, братик. Да, всех убил. Хорош. Ну только проблема, как мне отсюда выбраться. Ну мне нужен дроблокс, в принципе, чтобы всё передать. И таким нехитрым образом мы смогли отбить этот рейд. Но, как вы понимаете, это было только начало нашей истории. У них постоянно сидел тип на крыше, а я знал, как туда можно пробраться. Для этого мне нужно было максимально тихо туда прокрасться. После первой неудачи я попытался второй раз, но, к сожалению, у меня не получилось снова. Они догадывались, где я живу, и поэтому оставаться в своём домике было довольно опасно. Я схватил 2000 камня и побежал покупать номер в отеле, который находился возле меня. Так, мне определённо нравится этот отель. Если там будут печки, то это очень выгодное предложение, тем более топлива у меня здесь абсолютно нет, а печки мне бы не помешали. А ещё мне действительно нужны были печки, поэтому номер в отеле я покупал чисто ради них, потому что топливо найти здесь было практически невозможно. В моей комнате было пусто, но это было понятно, так как в ней ещё никто не жил. И чтобы мне всё поставили, мне как минимум нужно было познакомиться с хозяином отеля. О, о, здравствуйте. А, это этот? А, это этот? Имеет как, получается. Давай, ну к нему? А, это колок-толк. Я не попонял, а это колок-толк-толк ты тут оказался, корольчик. А ну-ка. Купил комнату, а почему бы и нет? Поздавлю, будешь, типа, ну, с дружкой там, типа, пользоваться услугами, типа, и с дружкой сидеть. Ну, это такое себе будет, сразу говорю, заранее. И знаете, жизнь в отеле была совсем неспокойной. На нас постоянно нападали челики. О, подними, кроль. У меня когда будет? Подними. Меня убили клан-геймеры из этого дома. И тогда я схватил двушку и начал бы ждать, когда же он придет со стороны отеля. Люсберда, спасибо. Походу, мой дом скоро зарейдят. Я не понимаю, это друг или враг? У меня была всего одна дверь, и оставлять все ресурсы здесь было довольно опасно. Я схватил их все и побежал в свой номер в отеле. Надо петлять. Братуха, я убил этого типа. Король инфа, где они? Я его убил, надо это. Молодец. Ты можешь ящик поставить, нет? Опять же, все ресурсы, которые могли пригодиться на содержание, я скидывал хозяину отеля. Ты знаешь, что, это типы, которые вон там живут в той стороне. Король, ты сам, да? Ты понимаешь, да, ком он сейчас? Да, я знаю, кто это. Смотри, вот на той стороне, а там вот той. Там он максимально получше. Так, сейчас тебе спал, хочу, смажу. Сейчас. Ты можешь в магазине поставить, там печки, не печки, буду покупать. Потихоньку. О! А, точно, точно. Очень бэт, там не подумал все. Слушай, ну жизнь в отеле, это довольно интересно должно быть что-то. И так как мне поставили печки, мне нужно было нафармить немного дерева, чтобы запустить плавку металла. Ведь мне нужны были патроны, чтобы отправиться в лабораторию. После у меня появилась небольшая работенка. Ребята, которых рейдили изначально, хотели переехать со своего дома и построиться возле отеля. И мне нужно было помочь им перенести все ресурсы. Так, скидываемся у тебя тогда в отеле сразу. Да, да. Вот это я понимаю, пацаны, моя школа просто. Отель построили для бомжей. Вот это веселье. Короче, нам нужно мост построить в сторону аутпоста, потому что тяжко будет туда постоянно плавать. К счастью, все ресурсики, которые были в том домике, нам удалось засейвить. И эта миссия была выполнена успешно. А после я побежал искать фармил на моем острове. Далеко собрался? Жесть, тут война какая-то идет. Тут просто миссиловка бесконечная на этом острове. Далеко собрался. Изи просто, изи лут, изи два томика. Спасибо, пацаки. Ладно, я думаю, Томпсон один мне пригодится. У меня места в доме нет. Это прям беда вообще полная. Ну, поднимаемся как бы. Отель поднимается. Это круто. Пойду попробую полутать лабораторию, потому что скраб нужен. Вот в чем вопрос. Будет ли кто-то в подводной лаборатории? Мне кажется, очевидно, что да. И стоило мне только подняться в лабораторию, я услышал, как кто-то меня приветствует. И это явно был плохой знак. Мне кажется, фиг я смогу подняться сейчас наверх. Это невозможно сделать. В лаборатории скраб фармился практически каждую секунду, ведь ящики там спавнились моментально. А еще я нашел там базуку. И тут я довольный отправляюсь домой, но по пути меня встречают клан геймеры на лодке. Лодка плывет, чуваки! Я, конечно, попытался убежать, но у меня не получилось. И тогда я решил проследить, куда же они поплывут. И это были наши соседи, которые жили прямо напротив нас. И они явно были не совсем дружелюбные. Тогда я взял еще один набор лутателя с собой и побежал в сторону лаборатории. И увидел, как два челика пытаются фармить ресурсики. А почему ты ушел? Так, это жесткий чехол. А с чем он был, как ты думаешь? Я думаю, их давай. Я упаду сейчас, чувак. Ладно, есть оружие для меня? Там есть, там есть, там есть еще. Нашел, нашел. И знаете, чего я точно не ожидал? Что эти типы приплывут к нам снова на остров? Я нашел. Убегай тихо, 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 тихо. Мелкого убили, и тогда мне пришлось сесть в самый открытый кустик и ждать подходящего момента. Они начали с кем-то воевать. И в этот момент я понял, что убегать с этого замеса я не собираюсь. Я должен был мстить за свои компоненты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 вот иди сюда вот-вот-вот-вот где калаш вот он я ухожу братух вот это я понимаю они забрали у меня скраб я забрал у них три топ сета там надо трупы долутывать бегите трупы долутывать ребят я так полагаю у нас намечается очень веселая схватка с этими ребятами которые напротив нас живут и которые на нашем острове живут я скинул все выбитые пушки и отправился снова на тот замес ведь там осталось еще очень много всего и с собой прихватил жителей отеля ведь им тоже нужен был бут убил всех ребят забирай сужишь у меня у меня тип у меня тип у меня тип за скалой убил и знаете именно этот замес решил исход всех дальнейших событий понимая что наш отель скорее всего будут рейдить мне нужно было договориться чтобы меня авторизовали в этом шкафу чтобы я мог хоть что-нибудь застроить слушай ты можешь в шкафу дать авторизоваться потому что я не могу ящики поставить даже в доме у себя пойдем я авторизуюсь уговаривать долго хозяина отеля не пришлось он действительно меня авторизовал в шкафу ну так у тебя тут вообще как-то бедненько все в доме надо помогать держи кстати камушкой тебе на всякий случай пускай содержание так полагаю много надо короче тебе если какая-то помощь нужна ты обращайся потому что я наверное повыбиваю нормально наконец-то в моей комнате я мог расставлять предметы сам я расставил побольше ящиков ведь место у меня совсем закончилось а шмоток у меня было довольно много нам нужны были ресурсы на содержание поэтому я схватил бур и побежал на плотный фарм и пока я формил камушек в моей голове появилась гениальная идейка а конкретно отстроить над отелем свой собственный домик буду жить в отеле но если что буду переносить клуб потихоньку нас кстати хотят рейдить тут чел бегает который этот который говорил то чтобы другие кланы рейдить пусть приходят и сказать честно я не особо боялся того что нас придут рейдить ведь я понимал что шансы отбиться у нас есть но у нас оставалась самая большая проблема у нас не было компонентов мне нужно было идти лутать в лабораторию я спокойно ходил в лаборатории и лутал ящики и вдруг услышал что кто-то в ней топает а ты что тут сидел дурик уф вот это кстати мне надо как я только налутал все что мне было необходимо я побежал в сторону аут поставить мне это нужно было еще переработать и самое главное что мне нужно было на этот момент побольше мвк по приходу домой у меня появилась отличная идейка поставить моим соседям шкафчик значит хочу сделать их я хочу шкаф воткнуть у пацанов и тут я подумал что мне не хватит одного шкафчика и поставил еще один рядышком чтобы если они его взорвали у меня все равно была билда как говорится больше шкафов больше проблем блин камня нет было бы камень и обсуда еще поставил но ладно слушая по факту мы можем турели у них поразбивать забавайте штураль я пробегу подбежав к их домику я даже нащупал слабую точку где можно было разбить турель но это долго продолжаться не могло они вернулись домой и турели разбить не смог и тогда я решил чтобы не терять время отстроить свой проверенный бункер ведь эту ночь наш каменный отель мог не пережить и поэтому ресурсы нужно было сэйвить оп так ща перенесем немного ресов я уверен что эти пацаны захотят нас рейдить вот прям на все 300 процентов уверен да и к сожалению соседи которых я доставал увидели то что я отстроил новый домик и поверьте они очень долго сидели с болтом на вышке пока мои прекрасные соседи сидели на крыше я ходил и лутал лабораторию ведь мне нужно было мвк и по приходу домой я услышал что наш отель кто-то рейдит нам нужно было его спасать у у у у у у у у у хорош мужик хорош мужик а как они пароль узнали подожди от этой двери да они открывали эту дверь у тебя есть металл металл есть есть металл нет потолки основного здания я загрейдил в мвк чтобы никто больше не пытался его зарейдить разрывными так нам удалось отбить первый рейд но сдаваться они не собирались они приходили к нам снова и снова бомжик хотел построиться на этом острове и попросил скинуть ему инструменты и конечно же я не отказался ему помочь и отпускать рейдеры нас не собирались они пришли еще раз но запушить мой гениальный бункер у них просто не получилось чьи желающие запрыгнуть ко мне так первый день выживания подошел к концу самый главный вопрос зарейдили ли меня building decaying очень все это странно почему привет если я не ошибаюсь 1147 ошибся зайдя на следующий день я увидел то что с отелем у нас все в порядке но было одно но мой дом кто-то зарейдил не они зарейдили бункер зарейдили его зарейдили ну а кто зарейдил то не в курсе но очевидно я знаю кто это сделал вариантов кто меня зарейдил было всего два клан через воду либо клан который жил на этом острове и начать расследование я решил с ближайшего клана я нашел секретную лазейку как можно было к ним забуститься на территорию но для этого мне нужен был райден топлива к сожалению ресурсика в печке у них не было я передал топливо райдену и начал шариться по их территории и увидел то что у них за окном стоит шкафчик в котором я мог что-нибудь найти но для этого мне нужны были копья чтобы продолбить каменный потолочек блин я думаю это тип плоды я не знаю если у меня столько минут чтобы долбить потолок пока я долбил потолочки мой специальный агент райден форме у дерева и закидывал мне новые копья я очень надеялся что в этом шкафчике я смогу найти хоть какое-то оружие но здесь ничего не было офигеть тут пусто было серьезно и тогда я подумал а почему бы не бахнуть у них одну дверь пока райден крафтил сочельки я ждал хозяина дома и спустя 20 минут кто-то начал шевелиться райден перекинул мне 4 сочельки и мы решили рискнуть и пробахать у них одну дверь посаживай 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 сюда посаживай сюда к сожалению с дверью мы не угадали а после зашло огромное количество хозяевов этого дома и просто нас вынесли а еще я до сих пор не понимаю как так вышло но в одной из наших комнат поменяли пароли и нам нужно было что-то с этим делать как бы нам еще дверь нужно зарядить король смотри чекай вот эту смотри это не наша дверь забавно короче я разберемся бери томсон сейчас пойдем короче лаву почистим давай давай я пойду на речку пока пособираю там кукурузы пока я собирал тыковку райден скрафтил мне томсон мы собирались пойти полутать компоненты но по пути мы увидели как пчелики расставляют турели и мы решили им немножечко помешать а числу кинг ай числу кинг братуха братуха я нашел типов которые прямо сейчас проводят турели мы можем с них забрать оружие только там надо аккуратно пойдем аккуратненько посмотрим что там как сразу не зажимай ждем когда они отойдут от турелей там четыре турели выключены и 2 турели включены я йонькнул у них турели это им естественно не понравилось и они побежали вслед за мной турели конечно же я спрятал в смоу стэш и решил принять бой и и и и они пытались меня зажать со всех сторон но я дрался как лев они за нами идут уходи уходи домой 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 пойду еще раз туда сгоняем отнеси лучше домой лишнее оружие потому что у нас оружие так нет лучше сейвись потихоньку на из плюс еще одна мпшка я еще гаражку забрал поэтому нормально хоть меня и зарейдили но на выбивать оружие у меня получилось за считанные часы а еще в моем номере появилась гаражка оказывается все это время я воевал с типами которые жили на моем острове да тот самый клан и в один момент они даже решили с нами поговорить рассмотрим ой ты у тебя есть сайт номер один которая надо зародить да я не знаю я только с вами воевал с типами которые там за бугром он видишь дом с водой вот походу они меня бахнут а я почему-то думал что это вы а вот я вот этого вот это вот ходу на берегу на пригорочке вот она стояла мы тебя не бахали мы пробегали ночью типа даже взрыв не слышали ничего не делали мы в это время наверное этот переносили мы с ними немного поговорили и поняли что у нас оказывается один общий враг клан рув кемперов которые жили через воду и мы договорились о небольшом перемирии давайте же пачки пачку 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 да я тут жителями отеля как бы контачу понемногу а жителями отеля нет тут одна из кого прибила на но у меня есть идея и планировал я уничтожить эту пво ложку ведь покупать ее очень дорого я скрафтил пару блочек зажигательные стрелы и побежал выносить пво пошло дело вошло пошло пошло и судя по всему это моим прекрасным соседям совсем не понравилось но побложку можно было уничтожить даже со своего отеля с помощью ремпэшки после мы со всеми жителями отеля отправились в море устраивать подводные баталии меня позже на лодке никого такие подводные лутания были очень даже профитные вы просто посмотрите сколько лута было в этих фармилах так пацаны есть дополнительный этот сет можем уже спуститься два сблотинки на сета если что есть в ящике маленьком лежат давай пятого заберем вот этого пятого заберем ручки пятого заберешь тут места нет расти как дело и когда мы очередной раз пыли в сторону лаборатории за нами увязалась погоня на коптере и я понимал что нам уже отсюда не убежать их нужно принимать я оружие нашел на домой плыть а опа офигеть тут война чел я только что коптер сбил чего бля че происходит дай взмытой питом у меня нет оружия просто никакого вообще иди лутай я на воде типа убил лутай на воде лутай на воде лутай на воде лутай на воде там на лодку хорошо найс вот такое мне нравится король я тебе возьму быстрый сет там пушка выпала там пушка выпала там пушка выпала там пушка выпала бери подводный сет да бери 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 нашел тут дорож нас не победить нас не победит просто забили на на возьми на возьми это если придут рейдить чтоб мы могли отбиваться нам нужен 3 верстак слушrieb нам 3 верстак нужен то можно mahdollить надо долго сидеть прям Понимая, что нас вот-вот придут рейдить, нам срочно нужно было расставить турели и провести электричество. И у меня как раз был большой аккумулятор. И наши соседи, которые жили через воду, постоянно пытались нам как-то помешать. Но справиться с нашей армией у них получалось не всегда. А после я все-таки провел электричество и запитал турельку. После мы немного пофоткались, ведь планировали сделать свою небольшую галерею. И вы просто посмотрите, как дружно выглядят жильцы этого отеля. Очевидно, типы за рекой приходили к нам не просто так. Они явно хотели нас зарейдить. И тогда в моей голове появился гениальный план. А что, если мы сделаем оболочку для нашего отеля? И с этого момента мне пришлось командовать постояльцами. Все, жители отеля, на. Пока наш хозяин фармит, как бы, говно перерабатывает. На топор, пойдем фармить. Я пофармил самое малое с дерева и побежал отстраивать свой макет. Каждый из нас занимался своими делами. Кто-то фармил, кто-то проводил электричество. А я выстраивал фундаменты и планировал, как сделать гениальную защиту. Но такой купол нормально будет, я думаю. Но это еще близко. Король, король. Я электрику... Ломай вот эти. Король. Я электрику подключил, короче. Надо мне просто питание, понял? Чтобы открыли дверь к какому. Купол я отстраивать планировал примерно в три этажа. Этого нам бы точно хватило, чтобы мы могли защищаться и чтобы у нас под дверью больше никто не сидел. И вы просто не представляете, сколько же нужно было много дерева, чтобы улучшить то, что я настроил. Фармить нам приходилось очень много. Дерево столько же, сколько ты пришел раз в 20 тысяч. Нормально. Так как у нас был бесконечный конвейер по фарму дерева, я умудрился отстроить весь купол в три этажа буквально за пару часов. И выглядело это все довольно атмосферно. Вы можете сами посмотреть. Когда наши соседи увидели, что мы тут отбабахали их, это очень сильно заинтересовало, что они пришли и начали убивать наших жителей. Неподалеку от нашего отеля отстроился какой-то странный домик, откуда убивали моих жителей. И нам нужно было срочно с этим что-то делать. Король, я упал. Что делать теперь? Есть лезвенька? Нету, браток. Блин, их контрить надо. Их надо контрить, чтобы мы могли зарейдить. Их надо контролировать. Одна гаражка осталась, чувак. Нам лестницы нужны. Нам оставалось продипать всего одну гаражку. И мне не оставалось ничего, кроме как сидеть и ждать, когда же её откроют. Ведь взрывать её мне было нечем. Спустя где-то 20 минут посиделок я даже перестал верить, что они выйдут. И тут в моей голове появилась идея. А что если их забайтить? Ладно, ребята, думаю, надо уходить. Смысл тут сидеть? Не, всё, уходим, ребят, всё. Уходите. Сейчас, скидываю. Держи лук. Сейчас я принёс дерево. Я их убил, браток. На дерево, на дерево. Дерево, на дерево. Не прыгай, куда прыгаешь. Так, офис. Лут, Томик и Берды. Тут шкаф, тут шкаф, тут шкаф, тут шкаф, тут шкаф. Кровать разбивай, разбивай кровать. Подхожу, подхожу сейчас еще. Хилки есть? Я без хп вообще. Ого. О, нормально, нормально. С этого рейда мы получили довольно неплохо ресурсов. И тут в моей голове появилась отличная идейка. На третьем этаже нашего купола отстроить специальную комнату, где бы лежали у меня скоростные ракеты на случай, если нас кто-то придет рейдить. И знаете, на защиту нашего отеля мы были настроены очень позитивно. В те же ящики я перенес самую малость пушек, чтобы нам точно хватило отбить рейд. Но, на этом я не закончил. Мне нужно было провести камеры, чтобы я мог видеть, сидя из этой комнаты, что происходит внутри отеля. Ух, шикарно просто. То, что надо. Ну и, конечно же, я пострелял по моим соседям, ведь им не нужно было спать этой ночью. Им нужно было рейдить меня. Пора просыпаться. Я, по-моему, прямое попадание в турель сделал. Я не уверен, конечно. Но это было прямое. После чего я написал в чате, что я якобы иду спать. И стал ждать грязных оффлайн рейдеров. Сидел я так на камерах примерно два часа. И тут появились первые признаки жизни. Клоуны бегают, дом чекают. А я сижу, наблюдаю за пацанами. Да тебя никто не видит, не переживай, все нормально. Никого здесь нет. Нифига себе, он опять сюда пришел? С двушкой. И пришел покупаться чисто. Они чекают хату, они думают, куда рейдить ее. Думают, ммм. Так, МВК потолок. Их уже трое тут. Так, а здесь, скорее всего, шкаф. Угу. А может он здесь? Так, если тут магазин, значит мы идем сюда. Они реально хату чекают. Хорош. Уже в этот момент я понимал, что эти ребята чекали наш отель. Я подождал их еще минут 20. И вот они вернулись. И уже были полностью одеты. Меня рейдят. Серьезно? Они реально рейдят. Сюрпрайз, мазафака. Братух, я их убил. Еще две сишки. Ты жив? Да, я убил. Хорош, мужик. Это сработало. Гениальный байт. Слушай, а там было что-то еще? Чувак. Чувак. Хорош, мужик. Блин, минус шкаф. После чего на территории нашего отеля начался просто лютейший замес. Ты убил его? Убил, ботан. Лутай, заноси домой, слышишь? Да, очень. В онлайне нас было всего двое. А нападали на нас целых два клана. Поэтому мы отбивались как могли. Точнее, я всех убивал, а райден лутал и относил в отель. Иди сюда, я как... Ну, давай шкаф расстреляем. Я напишу, как добить его. Только не добивай. Не добивай его сразу. Сразу не добивай. Я закинул побольше реза в шкаф. И на этот раз я решил его полностью застроить в МВК, чтобы его за две сишки больше никто не зарейдил. Ты вберешь столько сегодня? Чувак, ну мы с тобой спасли отель. Ха-ха-ха-ха. Да и просто спасли отель и все. Сработала эта фигня. Ха-ха, не принесли сишки. Ой, доброе утро, девочки. А что мы тут делаем, скажите, девочке? Пока, братух. Все, можно сейчас спокойно. Я сомневаюсь, что они придут рейдить. Откуда ты сейчас скрапал меня? После того, как все подутихло, я перенес основные ресурсы в свой старый домик, который у меня был самый первый. Немножечко его загрейдил и отправился спать. Зайдя на следующий день, я увидел то, что наш отель находится в целостности и сохранности. За эту ночь нас никто не зарейдил. А еще я увидел то, что ПВО у моих соседей сбило какой-то коптер. Нам нужно было срочно отправляться в воду. Срочно в воду, ребят, срочно в воду. Поп, поклывай, поклывай. Что? Тут миллион лута, чуваки. Миллион лута, миллион лута. Лутайте, лутайте, чуваки. Понял. Меня, меня нокули, меня нокули, меня нокули, меня нокули. Поднимите, поднимите. Можешь понять? Ха-ха-ха-ха-ха. Я просто понес это домой. Ха-ха-ха. Полетел вниз. Мне, чтобы воевать, дали болт до 4х. Ему джаггерсет не помог. Потом они поняли, что воевать со мной на болтовках нет никакого смысла. И начали просто стрелять разрывными по деревянным дверям. Какой он злой. Павер, по первому умрет. Давай я. Я не хочу их. Давай я поставлю. А давайте сейчас все выйдем и просто поклоняться будем. Давайте сейчас все выйдем и поклоняемся. 3, 2, 1. Наш друг с ником Мионзи, конкретно вот с этой базы, поведал нам грустную историю. О том, как его кинули тиммейты. И сменили пароли от дверей. И угадайте, что они начали делать? Правильно. Рейдить мой домик. И мы на пару с ним побежали дефаться. Ведь там ресурсов было очень много. Один минус. Чизик, не надо! Я их убил, я их убил, я их убил. А-а-а-а-а-а, лол блять, лол божечки. О боже, о боже мой. А то я сюда ресу перенес, али нет? Паджа, что это за придурки нас напали? Те, которые с того клона, что ли, так понял, или какие? Которые с моей базы, дурачки. даже так чего еще не купите поменяли пароль этом жить ему было больше негде поэтому нам пришлось освободить одну комнату где были не наши пароли я не понимаю что происходит сегодня это какой-то странный день но это довольно забавно чуть позже мы обменялись телефонами с моими напарниками и начали подготовку к рейду дома на воде нормально да слышно прием короче мне нужна камень камень и металл нужен прямо сейчас да 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 не мне тоже нет сейчас бензопилу вынесу одну секунду после чего меня ждал очень увлекательный контент я фармю дерево плавил ресурсы и перерабатывал их в экспу и так продолжалось на протяжении нескольких часов елки-палки я теперь еще буду на крафте ракет стоять 500 миллиардов лет 10 20 25 о чем труп не хватило так сейчас я должен сделать одну важную вещь я должен подготовить моих ребят к войне с этим кланом так я примерно понимаю как все это выглядит и не знаю хватит ли мне одной таблички вот здесь находится вражеская цель у них есть заборы вот заборы вот это травка вот это скалы у нас вот так они будут обозначены пойдет здесь мы должны отстроить наш контрольный пункт типа башня тут окно так где где еще люди нам нужны еще люди где еще люди четыре человека это мало после того как зашли все ребята с отеля я объяснил им план действий и мы уже были готовы идти выносить их дом раз базука агент секретный на раз базу на еще с красные тебе на всякий одевайте костюмы поехали подвода подвода операция начинается прям под забор подплываем справа начинаем рейдить достаем 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 сюда поехали турели аккуратно по турели огонь по турели не стреляй с ракет огонь по турели она справа бахаем мы плевали ракетами в них они плевали ракетами в нас замес продолжался здесь очень долго я своего убил готовьтесь откроется второй этаж скоро хорош тут спальники шкаф уничтожил уничтожил шкаф девочки перенесли весну он умер я пробегу он заплыл убил его тут металла много шкаф шкаф ставлю поставил шкаф авторизуйтесь пожалуйста это важно авторизуйте шкафу его убила его убила гантрапом нормально все все мы победили слышишь у них сера наверху неважно мы победили можно передохнуть мы справились ребята хорош что готов готов подожди 1 2 3 убила 1 меня взорвали меня взорвали у меня лутать идет хорош в окнах в окнах в окнах аккуратно в окнах я это был интересный рейд это было весело братья а мы не были готовы я наверху я наверху я троих убил там справа он справа за выходом я у них на ферме чизер можно жить с тобой вместе в отеле ха-ха-ха нет мы на первом мы на втором забирай о сишка забирай все вот о 6 ракет мурс ребята которых мы зарейдили решили показать нам как устроен у них полностью дом и то что лут они не переносили ну да у вас еда у вас много еды было чувак блин фиаско после чего мы сделали последнюю фотографию вместе с прежними хозяевами этого дома и отправились в наш отель ха-ха-ха ха-ха смотрите какой классный какое фото ребят классное ха-ха-ха все поплыли ребята отряд идет домой после чего я полностью прогрейдил наш отель в металл и мвк на все ресурсы которые у меня были и мы сделали галерею в честь истории наших похождений так история этого отеля подошла к концу и надеюсь она вам понравилась эта история была построена на неожиданных знакомствах доброте и сплоченности незнакомых игроков и помните что все приключения которые прошел я может пройти каждый из вас просто нужно быть немного общительнее и добрее к окружающим спасибо всем за просмотр не забывайте про лайк и коммент это очень для меня важно а также переходите в мой инстаграм vk и телегу для тех кто хочет со мной пообщаться всем пока в следующий раз у меня 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 и у меня было тут Продолжение следует...